Всем привет! Меня зовут Мария Сафина, я пищевой технолог, нутрициолог, специалист по здоровому питанию. Вы находитесь на моем канале Здоровый образ жизни в удовольствии. И сегодня мы с вами поговорим про арбуз, рассмотрим его нутритивную ценность и найдем арбузу место в здоровом рационе. Итак, поехали! Для начала я бы хотела обратить внимание, что арбуз это очень низкокалорийный продукт. Всего 27, дефис 30 килокалорий на 100 граммов продукта. При этом в арбузе малое количество белка, 0,7 граммов, 0,1 грамма примерно жиров. То есть арбуз это не приоритетный источник ни белка, ни жиров. И достаточно высокое количество углеводов. Обратите внимание, больше 5 грамм углеводов на 100 грамм продукта. И примерно 3,5 грамма из данного количества это фруктоза, моносахарид. И некоторое количество глюкозы и сахарозы. Арбуз содержит высокое количество воды, 93 грамма на 100 граммов продукта. При этом обратите внимание, что витаминов и минералов в данном продукте мало. То есть в принципе можно сказать, что арбуз это продукт низкокалорийный, с высоким содержанием воды. И достаточно высоким содержанием простых сахаров, приоритетным среди которых является фруктоза. В арбузе очень мало клетчатки, 0,4 грамма на 100 грамм продукта. То есть сытости арбуз не дает. Очень часто в сезон, как раз сейчас у нас сезон арбуза, люди просто покупают огромное количество данного продукта. Часто едят ложками, как мы в детстве, помните, разделили на несколько половинок. И ложкой едим эти арбузы, выплевывая только семечки. В нашей стране как-то не принято арбуз достаточно жестко нормировать. Хотя по данным ВОЗ, по рекомендациям, у нас есть прекрасные нормы по фруктам и овощам. Это примерно 300-400 граммов фруктов в сутки. Поэтому, если вы собираетесь вводить арбуз в свой рацион, обязательно принимайте его после основного приема пищи, не на голодный желудок. Потому что после арбуза он у вас быстро переварится клетчатки. Соответственно, мало, одна вода поступит у вас в организм. Вы быстро захотите есть. И если нет привычек здорового питания, то вы, скорее всего, еще набьете живот арбузом или попьете чай с печенками. То есть с нутритивно-бедными продуктами. Включать в питание арбуз я рекомендую после именно основного приема пищи. Делайте основной прием пищи по правилу тарелки, где есть твердый белок, сложные углеводы, клетчатка. И затем, как десерт в нормируемом количестве, можно включить арбуз. Арбуз, как я сказала, не богат витаминами. Здесь небольшое количество витамина С. Есть витамины группы В. В основном это В6 и В1. Витамины это водорастворимые. То есть они в организме не накапливаются. Поэтому невозможно наесться витаминами из арбуза впрок на целый год. И это еще один факт, по которому арбуза, да и любых других ягод, и черешни, и вишни, и клубники не нужно переедать. Потому что там содержится высокое количество витаминов и группы В, и витамина С, которые у нас постоянно расходуются на биохимические реакции. Поэтому фрукты, которые богаты витамином С, водорастворимыми витаминами, должны быть круглогодично у нас в рационе. Это могут быть как сезонные фрукты и овощи, ягоды. Сейчас, кстати, тоже сезон. Так и замороженные, и такие, допустим, продукты, как бананы различные, апельсины, яблоки, они доступны круглогодично у нас в супермаркетах. Поэтому жаловаться на то, что зимой нет фруктов, совершенно бессмысленно. Сейчас 21 век, и всегда можно найти прекрасные альтернативы тому разнообразию летних сезонных фруктов, ягод, которые присутствуют. Плюс, конечно, еще использовать замороженные различные ягоды. Я, как вы, наверное, уже знаете по моим прошлым видео, очень люблю замороженные ягоды и просто использую их круглогодично. Арбуз также содержит еще некоторое количество минералов, но оно тоже достаточно мало. Это калий, который у нас регулирует водно-основное равновесие. Это небольшое количество магния, который участвует в реакции образования АТФ, то есть дает нам энергию. Это также небольшое количество кальция, небольшое количество других различных минералов, кобальта и так далее. Наверное, вы заметили, что арбуз у нас красного цвета. Именно этот факт обусловлен тем, что в арбузе есть антиоксидант ликопин. Напомню, что он есть также в помидорах, в болгарском перце, в тыкве, во всем таком желтом, красном, ярком. То есть во всех ягодах практически он есть, в разном, конечно, количестве. Из арбуза в наш организм ликопин поступает в хорошо усвояемой цис-форме и вместе с белком. То есть образуется такой белково-ликопиновый комплекс. Он поступает у нас в кровоток, соединяется с липидами, потому что ликопин это жирорастворимый у нас пигмент. Он соединяется с хиломикронами и затем уже разносится с током крови по различным органам и тканям. Ликопин у нас относится к группе каротиноидов. То есть это и морковочка, и персики, и абрикосы тоже можете употреблять. Там достаточно высокое количество бета-каротина в том числе. То есть ликопин это провитамин А, это родственник бета-каротином, родственник альфа-каротином. Также он является родственником лютеина, зеоксантина, которые участвуют в здоровом формировании желтого пятна нашего глаза. Ликопин обладает очень высоким антиоксидантным эффектом. И по исследованиям этот антиоксидантный эффект относительно синглетных форм кислорода, это очень активные такие реакционно-способные формы кислорода, которые легко вступают в перекисные окисления в нашем организме. Они способствуют накоплению продуктов этих перекисных реакций у нас в организме. И данные уже вот эти канцерогенные продукты, они влияют разрушительным образом на мембраны клеток, на белки в системе ДНК, окисляют жиры в составе лип протеинов очень низкой плотности и способствуют различным не очень хорошим изменениям у нас в сосудах в том числе. Так вот, ликопин очень классно действует как антиоксидант против активного синглетного кислорода. И именно против вот этого свободного радикала он активнее даже, чем альфа-бета-каротин и чем различные токоферолы. Концентрация ликопина увеличивается по мере созревания продукта, так же как и увеличивается количество фруктозы. То есть увеличивается сладость и увеличивается, соответственно, содержание каротиноидов. Ликопин образуется при распаде зеленых клеток хлорофилла, то есть сначала у нас арбуз такой зеленый внутри, потом он желтоватый и так далее. И образуется вот этот ликопин и прекрасно накапливается. В помидорах ликопин тоже есть, его там много, он оттуда очень хорошо усваивается. Если мы помидорки часто термообрабатываем, я вот, например, очень люблю вечером их немножко подпекать, как термообрабатывать на сковородочке, ликопин усваивается еще лучше. То есть он активируется при температуре от 20 градусов. Это термообработанные помидоры. В арбузе он тоже содержится в хорошей цис-форме, он хорошо усваивается, но вот из помидорок термообработанных усваивается лучше, поэтому и антиоксидантный индекс арбуза будет ниже, чем у помидорок. Несмотря на то, что в арбузе меньше 1 грамма белка на 100 грамм продукта, в составе аминокислот данного белка имеется такая аминокислота, как цитрулин. Поступая к нам в организм, она под воздействием фермента превращается в аргинин. Аргинин это условно незаменимая аминокислота, и она является предшественником оксида азота. Оксид азот связан с сосудорасширяющим действием, то есть с стимуляцией кровотока, с улучшением снабжения органов и кислородом, и питательными веществами, которые разносятся, соответственно, с током крови. Соответственно, это профилактика тромбообразования и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Именно с наличием цитрулина связывают различные кардиометаболические положительные эффекты арбуза на здоровье человека. Поэтому, если вы арбуз включаете в систему здорового питания, здесь будет и эффект ликопина антиоксидантный. И, кстати, ликопин у нас тоже воздействует хорошо на здоровье нашей сердечно-сосудистой системы, профилактирует атеросклероз и ишемическую болезнь сердца. И также плюсом цитрулин, который у нас является предшественником оксида азота. Все для нашего здоровья, если мы продукт употребляем согласно норме и согласно нашей физической активности и образу жизни. Очень часто человек переедает арбузом с радостью и потом неделю об этом жалеет, потому что у него идет метеоризм, тяжело ЖКТ. Конечно же, поступает высокое количество и объем пищи, да, высокий, и поступает высокое количество простых сахаров, фруктозы. Если человек обычно не ест столько фруктозы, не ест столько фруктов, конечно, это вызовет газообразование и вздутие. Поэтому всегда все в меру, нормируйте обязательно. И еще хотела бы заметить, что если вы режете кусочками арбуз, то, соответственно, витамин С, который очень не стоит и к кислороду воздуха, и к прямым солнечным лучам, особенно если на пикнике вы едите этот арбуз, витамин С очень быстро окисляется. То есть, когда вы долечками арбуз порезали, он у вас полчасика постоял в тепле, на солнышке, соответственно, витамина С там уже практически нет. Это будет небольшое количество клетчатки, большое количество воды и высокое количество простых сахаров. Поэтому арбуз я советую вам употреблять сразу после того, как вы его разрезали. И если хранить, то в темном месте не более суток и, конечно, в холодном месте, ну то есть в холодильнике, максимум в неразрезанном состоянии. И давайте немного слов про арбузную диету. Когда человек несколько дней сидит на арбузе, то что у него в организм поступает? Вы понимаете, что поступает высокое количество воды, да, он как бы чувствует вот этот объем в желудке, мнимую сытость, поступает высокое количество простых сахаров. И может быть такой вот энергичность тоже он чувствует, легкость не переедает, наконец-то жирным. Но количество белка не поступает, то есть незаменимых аминокислот, омега-3 жирных кислот не поступает, здесь сложных углеводов не поступает. Вы же прекрасно понимаете, что это ни в какой мере не формирование здоровых привычек питания. Ни одна диета на монопродукте не стоит вашего здоровья, ваших нервов, вашего испорченного пищевого поведения. Когда вы снова и снова будете начинать сначала, сразу же, если вы снижаете вес, ориентируйтесь на то, какое питание вы хотите для себя иметь в течение всей жизни. Но явно же не арбузом питаться всю жизнь. Поэтому, вот как вы видите, свое питание самым наилучшим образом в формате, допустим, здоровой тарелки, формулы сытости, добавляя различные монопродукты, фрукты, овощи в качестве десерта, нормированного. После основного приема пищи вот так и нужно начинать потихоньку свой путь к стройности и к приобретению здоровых привычек питания. А сейчас, как всегда, несколько интересных исследований. Ссылочки на исследования у меня здесь внизу. Первое. Арбуз увеличивает количество аргинина в крови взрослых. Здесь употребляли именно арбузный сок взрослые люди 780 и 1560 граммов арбузного сока в день в течение трех недель. И это соответствует одному и двум граммам цитрулина в сутки соответственно. И как вывод. И как вывод. На 12% повысилось количество аргинина в плазме натощах. То есть это как профилактика кардиометаболических различных нарушений. И следующее тоже исследование на эту тему. Это арбуз ИЛ-цитрулин. Л это форма пространственная в кардиометаболическом здоровье. Как вывод. Положительные свойства уменьшаются. Различные кардиометаболические риски способствуют накоплению аргинина и соответственно синтезу оксида азота. Также отмечено положительное действие на головной мозг, на сосуды головного мозга, на также барьерную функцию кишечника. То есть улучшение всасывания различных питательных веществ. Соответственно если арбуз внесен в систему здорового питания, а не поедается бессистемно, хаотично, несколько раз в год с голодухи. Следующее исследование про ликопин и его пользу для здоровья. Действительно очень эффективно профилактирует окислительный стресс. Тоже профилактирует различные нейроденеративные заболевания. И здесь даже измерили сколько ликопина содержится в различных формах арбуза. В среднем ликопина в арбузе содержится 2,3 до 7,2 мг на 100 г продукта. То есть именно вот этой вот мясистой части без корочки. И что еще более интересно, содержание ликопина в арбузе с красной мякотью больше на 40%. То есть красные арбузы более высоко антиоксидантные и больше чем в томате. Желто-оранжевая и желтая мякоть арбуза имеет меньшее содержание ликопина. Потому что ликопин это больше все-таки красным цветам. Соответственно в желто-оранжевой 3,68 мг на 100 г продукта и в желтой 2,51 мг. И даже сосчитали самое эффективное соотношение ликопина к каротиноидам, чтобы была самая высокая антиоксидантная активность. Это 1,12. Но мы уже никак не засчитаем. Просто выбираем тот арбуз, который будет более сладкий и более зрелый. Так как ликопин является жиростворимым соединением, то его прием вместе с жирами улучшает всасывание ликопина. То есть к вашему прекрасному арбузику мы можем добавить небольшое количество каких-то орехов. Можно грецкий, пундук и так далее. Можно допустим тыквенных семечек. Но при этом, если вы едите арбуз после приема пищи основного, то вы же понимаете, что в основном приеме пищи, но вот как-никак там будут какие-то жиры, либо насыщенные жиры в составе мяса, курицы, птицы, либо полиненасыщенные жирные кислоты, вы сбрызнули маслицем в салат, вот вам уже и жиры. То есть в желудке-то это все смешается, поэтому ликопин прекрасно усвоится в жирной среде, которую вы создали до этого. Арбуз имеет специфический аромат. Это различные каротиноиды и различные фенольные соединения, которые и обуславливают данный аромат. Итак, вывод. Не наедаться продуктом до отвала. Каждый продукт не бывает на 100% вреден, не бывает на 100% полезен. Важно нормировать количество согласно вашему образу жизни и уровню физической активности. С вами была Мария Сафина, пищевой технолог, нутрициолог. Если вам интересно погрузиться в мир нутрициологии и разобрать по нутриентам все элементы вашего питания, посмотреть, какие продукты из вашего холодильника нужно немножко уменьшить в количестве, а что нужно наоборот ввести в ваш рацион, чтобы повысить уровень вашего здоровья, внимание, память, восстановление, ночной сон, качество кожи, волос и ногтей и общее состояние здоровья, я буду рада быть вам полезной на моем курсе «Искусство здорового рациона». Ссылочка на описание курса внизу, старт ближайшей группы, также внизу все даты, можете посмотреть и при желании зарегистрироваться. Мой курс 100% с обратной связью, у меня нет 1500 тарифов, у меня один тариф, и я там как куратор, как создатель курса, обязательно отвечаю на ваши вопросы и по темам, которые мы в курсе проходим, и по любым другим темам, по которым у вас есть вопросы. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылочка здесь внизу, там я публикую различные свои новости и посты из других социальных сетей. Ешьте арбуз в меру, будьте здоровы! С вами была Мария Сафина, до скорых встреч! Пока-пока!